Глоток чистой прохладной воды для Читинца теперь особая роскошь. Причина банальна. Из труб центрального водоснабжения часто течет желтая или коричневая жижа со зловонным запахом. И если раньше жителям все же удавалось раздобыть чистой воды, то теперь и здесь возникли трудности. Водоканал Чита повесил замки на популярной среди Читинцев водокачке. Теперь, чтобы набрать живительной влаги, приходится пару дней потратить на стояние в очередях в водоканале, чтобы оформить договор и получить заветный ключ. А вот так вот, оказывается, это все надо тормозить. 6 литров. А она даже 5, видишь, не набралось. А и вода бежит еще, да? Да, и вода. А тут, вот она, продолжается, налив 7,72. Вот так, набирается. 5 литровая канисточка, ровненько. Вот она, чистая. То есть, я вот сегодня набирала, у меня было 2 двадцатки и 2 десятки. У меня 100 литров слилось, она остановилась, ждешь 2-3 минуты, включаешь, она опять дает 100 литров, только ты уже не успеваешь, то все больше всего разливается. Набрать чистой воды далеко не прихоть, а потребность. Выпив стакан ржавой воды, резких осложнений сразу не получишь. Но вот со временем можно обнаружить в организме то или иное заболевание. Проблема стара, как мир. Что только не текло из кранов горожан в разное время. И ржавчина, и песок, и даже черви. Теперь приходится не только оплачивать счета за воду, но и покупать питьевую в магазинах. Ведь если нет прописки в районе, где есть водокачка, заветный ключик не получить. Вот получается же только для вашего села, да, получается? Для поселок, да. Но с города же тоже люди приезжают. Приезжают, в песчанку приезжают, в ситрошку приезжают. А не могут теперь попасть? А им-то как ключи вообще будут выдавать? Нет. За водопроводную воду щитинцы отдают немаленькие деньги. Так почему же водоканал не может обеспечить людей чистой питьевой водой? Чтобы жители не ездили по водокачкам, не стояли в очередях и не посягали на источники в ближлежащих селах. Возможно, тарифы на воду недостаточно велики? Водоканал Чита пояснил. Тариф на питьевое водоснабжение установлен приказом региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края. И составляет 29 рублей 92 копейки за кубометр. Соответственно, стоимость одного литра воды составляет 3 копейки. По факту будем платить по 90 рублей за 100 литров. По 90? За 100 литров. То есть в месяц, соответственно, как восходится, 900 рублей. А ведь кусачи тарифы – это не единственная проблема. Как утверждают потребители, немалую сумму приходится тратить на фильтры, которые от такой воды ломаются почти каждый месяц. А в будущем и на фильтры денег не будет хватать. Ведь скоро, как в сказке Чиполина, начнем платить налог за воздух. Дарья Тугунова, Ирина Петрова, ЗАП-ТВ.